Я предлагаю вашему вниманию свое выступление на тему иммунологической гидрогенности и лимфоидного микрокружения опухоли. Но, конечно, начать хочу с того, чтобы всех проинформировать о том, чтобы подчеркнуть то, что все последние достижения в области иммунотерапии рака напрямую опираются на более чем 50-летние фундаментальные исследования именно в иммунологии, которые изложили основу иммунотерапии, прочно занявшие место в терапевтическом пантуоне онкологии наряду с такими видами лечения, как хирургия, лучевая терапия и химиотерапия. Не могу не сказать несколько слов об истории этого вопроса. Еще более чем 100 лет назад Паул Лерлиф сформулировал гипотезу иммунологической защиты организма от развития рака. Позже Бернет с коллегами Томас Льюис, Вильям Колли выдавали концепцию свой чужой в иммунологии и развили идею об иммунологическом надзоре за опухолью, которую сейчас с учетом современных представлений далее сформулировал Роберт Шрайбер в виде концепции иммуноредактирования. Несмотря на то, что сегодня активно внедряются иммунотерапевтические подходы в лечение онкологических больных, но и по-прежнему актуальным является поиск иммунологических критерий в показаниях и противопоказаниях к иммунотерапии. Нельзя здесь, в этом контексте, конечно же, умолчать об успехе двух этих ученых, которые в 2018 году получили Нобелевскую премию за открытие иммуночекпоинтов. Но говоря об иммуноонкологии, можно сказать, что это прецедент в лечении онкологических заболеваний, так как воздействие впервые направлено на иммунокомпетентную клетку, а не непосредственно на клетку опухоли. И поскольку иммуносистема является одинаковой у всех, то независимо от нозологической формы заболевания, онкологического заболевания пациента, имеют возможность получать универсальную схему лечения. И вот сегодня я штудировала в Адмед, и оказалось, что сегодня есть такое уже мнение у целого ряда ученых, которые заявляют о том, что как бы ни была сложна и не до конца понятна иммунология человека, все-таки иммунный ответ на рак, на опухоль может быть менее сложным, чем биология самих раковых клеток. На этом слайде я хочу продемонстрировать взаимодействие иммунных и опухолевых клеток и сказать о том, что иммунные клетки в различных условиях способны осуществлять как проопухолевые, так и антиопухолевые функции. И многочисленные клеточные молекулярные факторы взаимодействия организма и опухоли влияют на количество и расположение различных иммунных клеток в опухолевом микроокружении, причем в разное время. Какие же это клетки, которые способны модулировать микроокружение опухоли? Ну, конечно же, это известные Т-регуляторные клетки, Б-регуляторные клетки, это клетки лимфоидного происхождения, но, кроме всего прочего, влияние существенно оказывают на оказание вот этих супрессорных модулирующих функций миелоидной супрессорной клетки, опухоли ассоциированной тучной клетки и ассоциированные с опухоли дендритной клетки. Эти последние, вот упомянутые мной, это клетки миелоидной, дифференцировки миелоидного происхождения. А вот также, что является основными факторами, которые характеризуют для нас, которые можем оценить факторы микроокружения с тем, чтобы судить вообще об этом явлении. И это прежде всего степень инфильтрации опухоли иммунными клетками, характер инфильтрации и клеточный состав. В качестве примера, вот я хочу продемонстрировать этот слайд, который я уже показывала раньше, где количество клеток, вот в частности опухоли инфильтрирующих лимфоцитов, влияет на безрецидивную, а кроме всего и общую выживаемость пациентов рака молочной железы с различными биологическими типами. И так оказалось, что вот эта верхняя темно-синяя линия, оказалось, что количество тилов влияет на общую выживаемость и безрецидивную больных рака молочной железы с трежным негативным фенотипом, с HER2-позитивным раком, но абсолютно не имеет никакого значения при алюминальном HER2-негативном раке молочной железы. Это как бы первый критерий, который свидетельствует о значении степени плотности клеток иммунных в опухоли. Здесь я хочу представить наши данные по распределению пациентов с различной степенью интертерации опухоли лимфоцитами. В верхней части – это первично операбельный рак, желудка, пищеводоколоректальный рак. В нижней части – те же опухоли желудка, пищеводоколоректальный рак. Формы распространенные. Вы заметили здесь, что здесь в процентах – это доля больных с той или иной степенью инфильтрации. Вы заметили, что не так часто встречается слабая степень инфильтрации. Самая темная – это сильная степень инфильтрации. И вот хочу обратить внимание на такие опухоли, как рак пищевода, распространенные формы, где вообще не встречается слабой степени инфильтрации. И при полоэректальном раке присутствует только промежуточная степень инфильтрации. Таким образом, при различных нозологических формах мы уже отмечаем разные варианты. Это продолжение предыдущему слайду, но другие формы нозологические – рак слизистой оболочки полости рта, рак яичников, меланомы. И тут хочу опять-таки обратить внимание на данную нозологическую форму. Рак при раке слизистой оболочки полости рта не встречается, совсем не встречаются пациенты с низкой степенью инфильтрации. Другим критерием, о котором я сегодня упоминала, это также пространственное расположение опухолевых клеток. И в последнее время этому уделяется внимание, и с этим связано появление таких показателей, таких терминов, таких вот представлений о холодных и горячих опухолях. Значит, здесь три варианта, и мы видим, что при слабой инфильтрации выживаемость больных хуже, причем степень инфильтрации связана распространение, и степень инфильтрации связана с выживаемостью пациентов. При смешанном варианте, казалось бы, иммунных клеток достаточно, но их расположение пространственное в виде такого диффузного распространения также имеет промежуточный эффект, вот и выживаемость ниже, в то время как оптимальный вариант – это пространственное расположение клеток в виде пограничного такого топографического вида. Значит, на этих слайдах я хочу показать наши данные. Это доктор, наш доктор из отделения по анатомии, Николай Александрович Козлов, любезно выполнил этот фрагмент работы, который оценивал параллельно с нами пространственное расположение клеток иммунных в опухоли. И в данном случае, вот это его комментарий, мы видим промежуточную степень инфильтрации, при этом неравномерное распределение иммунных клеток в строме опухоли. В правой части слайда хочу продемонстрировать вариант, где малое содержание иммунных клеток, однако они как раз сосредоточены на границе опухоли и стромок клеток. Весь вопрос в том, что пространственно все благополучно, в то время как количество клеток недостаточен. Здесь достаточно плотное сосредоточение иммунных клеток в опухоли, и опять-таки слева вариант такой пример, когда имеется диффузное распространение опухолевых клеток, но в достаточном количестве, причем это низкодифференцированный компонент рака. А вот вариант с правой стороны, как раз тот, что мы оцениваем как опухоль горячую, когда большое число иммунных клеток располагается, как сказал доктор Козлов, гнездно или, так сказать, расположение как раз то оптимальное, что соответствует опухолям горячим. Конечно, сейчас эти больные все под наблюдением находятся, пока о них что-либо клинических результатах пока преждевременно говорить. Но хочу вернуться вот сразу к очень важному для нас, для иммунологов, фрагменту. Это структура клеток непосредственно уже по хинотипу. Это, так скажем, третий тот компонент, о котором я хотела бы остановиться более подробно. Необходимо сказать, что, конечно, наиболее изучены на сегодняшний день основными иммунокомпетентными клетками человека являются лимфоциты, которые представлены тремя линейными популяциями. Это Т-клетки, Б-клетки, НК-клетки. И все эти клетки способны осуществлять как регуляторные супрессорные функции, так же они обладают и эффекторными функциями. И здесь также следует, наверное, отметить, что современная как раз иммунотерапия в онкологии развивается по пути блокады или элиминации или истощения регуляторных клеток и активации специфических клеток эффекторного ряда. И вот отличительной чертой, хочу подчеркнуть, что отличительной чертой регуляторных клеток является то, что они фенотипически являются крайне гетерогенными. Итак, регуляторные клетки. На сегодняшний день большинство из них – это Т-клетки. И основная их функция… Эти клетки, конечно, эволюционно они детерминированы. Они относятся к клеткам врожденного иммунитета. Все они Т-клетки, как я уже сказала, как расхождение. Основная их роль – это регуляция адекватности иммунного ответа, ограничение цитоксической активности и предупреждение развития аутоиммунных заболеваний. В норме это минорные или малые популяции. Однако у онкологических больных их число может сильно повышаться. В нашей лаборатории мы исследуем все три пула одномоментно этих регуляторных клеток по фенотипу, который здесь представлен на слайде. Здесь хотелось продемонстрировать наш подход, который мы используем при анализе, в частности, ТИЛов. Обязательным компонентом теперь является это выделение клеток-синглетов, чтобы единичные клетки не слипшиеся. Затем они выбираются в анализ по связанию CD45 и гейтируются, как здесь показано на слайде, для дальнейшего анализа, который уже хочу показать, как здесь. Это CD4 клетки, это CD8 лимфоциты. Здесь, к сожалению, у меня не видно, что я здесь, так сказать, отсутствует у меня здесь закрытые окошками. Но, значит, это, по всей видимости, здесь НКТ лимфоциты. Что касается CD4 лимфоцитов, то из тех предшествующих анализов, потому что анализы, а как я уже забыла сказать, о том, что проточная цитометрия господствует все последние годы стратегия последовательного гейтируя. Последовательное гейтируя как раз заключается в том, что синглеты CD45, CD4 и дальнейший анализ коэкспрессии маркеров регуляторных клеток. Аналогично регуляторные CD8 лимфоциты с последующей коэкспрессией CD28 и CD11B. И таким образом оценивается регуляторный пул регуляторных CD8 лимфоцитов. В данном случае на слайде представлен анализ НКТ лимфоцитов. В последние годы помимо всем известных CDLA4 и PD1 рецепторов активно исследуются другие рецепторы регуляторных клеток. Это и ГИТ, и ЛАК-3 и так далее, и так далее. А фармакомпании уже разрабатывают активно препараты на основе моноклональных, созданных моноклональных антител. И уже идут активно клинические исследования и клинические протоколы. Мы хотели здесь показать, что мы тоже не стоим на месте и оцениваем молекулу, одну из молекул регуляторного ряда ЛАК-3 на Т-клетках, причем как на CD4, так и на CD8 лимфоцитах. В данном случае представлена коэкспрессия CD8 и PD1, ГИТ на CD8, в данном случае на CD4 лимфоцитах PD1 и молекулы ГИТР, а на втором ряде, на третьем ряде здесь гицитограмм, к сожалению, просто они у меня на экране здесь не высвечиваются. Это коэкспрессия молекулы ЛАК-3 на CD4 и на CD8 лимфоцитах. Если сравнить по степени инфильтрации разной группы со менее 1%, промежуточной группы от 1 до 10% и свыше 10% и наличие высокой инфильтрации, то оценивая регуляторные клетки CD4, CD8 и НКТ лимфоциты, мы видим, какие разнонаправленные показатели. Подробно я на них не буду останавливаться. Мы только видим, здесь сравнивают группу пациентов с операбельным и неоперабельным раком. И если CD4 и CD8 регуляторные клетки имеют, так сказать, вот тот самый разнонаправленный характер, то если посмотреть на НКТ лимфоциты, то мы можем увидеть, что и при раке желудка, и при раке пищевода при неоперабельном раке желудка, да что вы, а мы позже начали. Регуляторные CD4, CD8, Скоэкспресси, CD279, также при других нозелатических формах. Что касается прогностической значимости, то однозначно невозможно сегодняшний трактовать результат. В некоторых работах отмечается как неблагоприятный, незначимый для прогноза или благоприятный прогноз. B-эффекторные клетки или супрессорные клетки, они также имеют место быть на сегодняшний день. И мы знаем, что, например, они могут оказывать противоопухолевое действие через иммуноглобулины, через модуляцию Т-клеточного ответа, прямым воздействием на опухолевые клетки. Но в последнее время, как уже я сказала, уделяется большое внимание изучению функций регуляторных B-лимфоцитов, которые способны также оказывать аналогичные функции Т-клеток. Представлен фенотип CD3-19, наличие содержания B-лимфоцитов при раке желудка, раке пищевода. Мы видим, что при операбельном раке преобладают фенотип клеток эффекторного звена. Мы его, как иммунологи, все знаем. Это клетки врожденного адаптивного иммунитета. У них разный механизм действия, но иммунологической памятью обладают исключительно цитоксические телеофоциты и вот с таким фенотипом, как он здесь отмечен. Это анализ инфильтрирующих ОК-лимфоцитов, CTL в опухоли. Это НК-клетки, представленные вот здесь на Инстаграме. И таким же образом, при различной степени инфильтрации, мы видим достаточно разнообразное содержание в разных группах больных цитоксических НК-клеток. Интерес, вот в последнее время мы чаще всего, конечно, изучаем опухоль, но в последнее время интерес представляет также содержание, что же происходит в норме. В данном случае хочется продемонстрировать это данное. Исследование лимфоцитов, тилов, в опухоли, в здоровой ткани у пациентов раком слизистой оболочки полости рта. И мы видим, что в опухоли преобладают B-лимфоциты, регуляторные CD4-клетки, клетки CD4 с PD1-коэкспрессией, в то время как в здоровой ткани мы видим клетки-эффекторы, которые превышают содержание в опухоли в 3 раза. Фенотип тилов у больных первичнооперабельным раком молочной железы в зависимости от рецепторного статуса, рецепторы плюс, рецепторы минус, вы видите, что КИ-67 высокие, цитоксические лимфоциты, весь пул CD8, цитоксические лимфоциты эффекторные, они преобладают как раз в группе пациентов с рецепторно-положительным статусом. Содержание КИ-67 – один из критериев прогностических для рака молочной железы. Соотношение эффекторов и регуляторных клеток мы здесь видим на слайде. CD16, содержащий перфорин, и общий пул CD16, он как раз выше в группе, но благоприятный с КИ-67 менее 20%, в то время как регуляторный CD8 преобладает у пациенток с КИ-67 более 20%. Ну и я уже спешу, конечно же, значит, хотелось в заключении сказать о том, что на сегодняшний день создания портрета иммунных клеток дело, конечно же, еще не законченное. И развитие наших представлений о молекулярном функционировании клеток иммунной системы является основой для успеха иммунотерапии в онкологии. И, конечно, напрямую зависит от идентификации иммунологических критериев, предикторов, иммунологических показаний и противопоказаний к данному виду лечения. Участников работы не могу не показать. Это проект достаточно такой сложный как в техническом исполнении, так и в плане организационном. Но специалисты как лабораторного звена, это вот на слайде слева, также и наши доблестные клиницисты из хирургических, терапевтических отделений в едином порыве ведут данное исследование. Ну и спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.